Дарья Вознесенская. Не пара для его светлейшества. Пролог. Неприятности начались с того, что у меня появился ребёнок. Точнее, мне его подкинули. А может, они начались с совершенно идиотского, то есть я хотела сказать, мудрого королевского указа, из-за которого я, вместе с воспитанницами, оказалась в Академии Пресветлой Инквизиции. Потомственная ведьма самой тёмной крови. Там, где эту тёмную кровь веками учили уничтожать. Впрочем, некоторые считают, что главная неприятность как раз в том, что я родилась ведьмой. Вы мне покажите, если кто так скажет. Схожу к нему в гости. Чаю попьём. С травками. В ту ночь, пятую по счёту, что мы с ведьмочками вели бесправное существование в большом и кошмарно светлом замке, по ошибке, названном Академией, я просыпаюсь от странного чувства. Сердце колотится так, будто последний час бегало по лесу, а не спала мирно в кровати. Прислушиваюсь. Нас окружили, проникли в удалённо стоящий домик, несмотря на все охранки. Может, как-то поиздеваться решили? Недоросли с первого курса уже пытались устроить наглый захват. Шутили они так. До сих пор уцелителей смеются. Сыпью в самых неприличных местах. И не будь мы чёрными ведьмами, если скажем об обратном зелье. Нет, что-то другое меня разбудило. Посторонний звук, будто мяукал кто. Я встала с кровати, подхватила метлу, которая, если что, и без всякого колдовства огреть можно, и вышла в небольшой коридорчик. За дверями спален ведьмочек тихо. Шум раздавался снизу. Спустилась на первый этаж. Пересекла гостиную и холл. Услышав новый мявк, открыла входную дверь. И озадаченно нахмурилась. Там никого не было. Я осмотрелась. За тёмными кустами и деревьями можно, конечно, спрятаться. Но я бы почуяла. Изучила невысокую изгородь, отделяющую наш дом от пышного сада. Фонари, которые сейчас не работали, истощились. Лозы южного винограда, оплетающие два столбика, что поддерживали навес над крыльцом. Ребёнка, сидящего в корзине. Утоптанная дорожка. Клумб. Стоп. Я замерла. Даже дышать перестала. Подумала. Поплевала вокруг корзины. Взмахнула метлой. Но ребёнок, хорошо различимый в свете луны родительницы, никуда не делся. Наоборот, зашевелился. Снова что-то пропищал и протянул ко мне пухлые руки. Это был странный ребёнок. Не то, чтобы я часто имела дело с детьми и сразу могла отличить странных от обычных, но этот был какой-то другой. Только в чём его странность, мне не было понятно, как не всматривалось. Маленький, в чепчике крахмальном и с кружевами. Рубашки на завязках. Круглые щёчки белеют даже в темноте, а на запястье верёвочка оберег. Немагический. Ещё и хнычит маленьким ротиком. И да, на меня смотрит не таясь. А я на него. Так и смотрели друг на друга. Долго. Аж полминуты. А потом он, или это она, открыл рот шире и издал громкий вопль. Я очнулась от ступора и снова беспомощно осмотрелась. И немножко понадеялась, что кто-нибудь придёт и заберёт его. А может, это иллюзия, которую решили наслать идиоты, что учатся здесь? Ребёнок завопил громче и стал ещё меньше похож на иллюзию. Я сказала вслух то, за что обычно ругают воспитанниц. Малыш уже кричал, не переставая. А я... А-а-а, чтоб тебя! Вздохнула и заволокла корзину в дом, в гостиную. Туда уже сбежались все ведьмы, вооружённые привычными нам короткими палашами. Только Вимала с просонья кочергу схватила. Свечи зажгли и растерянно замерли, глядя на находку. И явно борются с желанием заткнуть уши. Потом на меня смотрят. Понятно ведь, наставница здесь я. И делать что-то надо мне, с этим крохотным и громким существом. Я размяла пальцы и вытащила довольно тяжёлого ребёнка из корзины, держа его на вытянутых руках. Тот сразу замолчал. И задрыгал голенькими ногами, торчащими из-под короткой рубашонки. «Мальчик», — глубокомысленно сообщила Ума, то, что и так всем стало очевидно. «Подкинули!» — возмущённо топнула ногой самая юная ведьмочка Лата. «Здоровенький!» — провела над его головой ладонью Вимала и отложила кочергу в сторону. И принюхалась. «Только странный». «Человеческий!» — шокированно прошептала Нима. «Самая большая умница нашей академии и моя сестра по духу». Ведьмочки ахнули и сделали синхронный шаг назад, потому что поняли то, что я и сама осознала на секунду раньше. Вот в чём его странность была. В ребёнке не чувствовалось ни капли магической силы. Конечно, обычные люди не столь уж редки. В королевстве Джилгаон не меньше трети жителей. Но селились они, как правило, обособленно. А уж в столице, поделённой между магическими общинами, так и вовсе старались не задерживаться. И чтобы сунулись в Академию Инквизиции, да ещё и приблизились к дому, где живут ведьмы, луне непостижимо. «Там, где появляется человек, начинаются беды», — продекламировала Вимала цитату из своих книжек. И все немедленно на неё зашикали, что бы ни накликало. И тут же принялись спорить. «Это старшекурсники подбросили. От них всякой пакости можно ожидать. А может, кто из слуг людей? Ну и что, что они все мужчины? Это как раз доказательство. Обрюхатели кого-то и теперь не знают, что с ребёнком делать. А мы, можно подумать, знаем. Кто бы говорил, ты единственная здесь, у кого есть младшие сёстры и брат. Уж наверняка понимаешь, как нянчить. Так они родились, когда я уже в пору самостоятельности вступила. А я вообще дела с детьми ни разу не имела. Может, назад в корзину и подкинем на крыльцо преподавателей? А тебе не жалко его? Ночи холодные, он и так намёрся и напуган. А себя не жалко? Вот продолжит он орать, кто-нибудь услышит, и нас всех уволокут в подвала Академии за преступления, которые мы не совершали. Ну да, с инквизиторов станется обвинить в похищении человеческого дитя и в том, что мы с ним хотели сотворить, подытожила Нима. И снова я с ней согласилась. Ведь почему удивилась, что люди к нашему дому подошли и подложили нам такое ребёнка, человеческого, а значит, очень-очень хрупкого и подверженного всяким болячкам, и требующего многое из того, чего нельзя давать с помощью ведовства или магии. О тёмных ведьмах ведь ходили страшные истории, особенно о ритуалах на крови. А уж сколько в летописях сказаний, как мы людских детей похищаем и пользуем в колдовстве, не перечесть. И пусть это не имело к действительности никакого отношения, но уж кому как не ведьмам знать всё о несправедливых обвинениях. Ребёнок определённо был огромной неприятностью, с которой в Академию не сунешься, особенно если она инквизиторская, особенно если глава у неё напыщенный, неуравновешенный и отвратительный светлый маг. Что, я ещё не говорила, кто на самом деле самая большая неприятность? Прошу не любить и не жаловать, хотя, по слухам, все половозрелые девицы намного ля вокруг со мной не согласятся. Ректор Академии Пресветлой Инквизиции. Джей Деф Агре. Блондинистая головная боль и не человек, которого я стараюсь задволя обходить. Ведьмы не злопамятные, но иногда злые. И память у них прекрасная. С ректором неприятельской Академии у меня не задалось сразу. Как только и может не задастся у ведьмы с инквизитором. У сироты, чей род истребляли веками. И его светлейшество, родившегося в столице с золотым мечом в колыбели. У безродной девицы из провинциального Хаора и потомка рода, приближённого к королю. У младшей наставницы с фамилией Шетти и главы огромной Академии, у которого фамилия начиналась на А. Мне кажется, не задалось ещё половину оборота назад, когда старшая ведьма вызвала меня к себе в кабинет и заявила. «Прияна». Ведьма Лал задумчиво окинула меня взглядом. От кончиков остроносых туфель до рыжей косы вокруг головы. И удовлетворённо кивнула. «У меня для тебя поручение». «Сварить зелье», — оживилась я. «Помочь старшей, которая заменила мне мать и сестру, я была всегда готова. Истребить кого-нибудь? А может, вылечить? И желательно подальше от Хаора?» «Именно подальше», — вздохнула Раванна Лал, а я потупилась. Знала, о чём-то думает. Мне пришло письмо с королевским указом. Я вскинулась и уставилась на плотную бумагу в её руках. Неужели городоначальник настолько большой вес имеет, что до короля добрался? Это не то, о чём-то подумала. Ведьма отмахнулась от моих страхов, но тут же добавила новые. Его Величество решил, что пора бы всем общинам, магам и домам стать ближе и научиться взаимодействовать. «Но при чём здесь ведьмы?» Я нахмурилась. «Мы всегда были вне общин. Они нас сами избегали?» «Вот поэтому мне и приказано отправить несколько учениц в Академию Инквизиции под руководством Джей Дева Агре». «На опыты?» — ахнула. «Для обмена опытом», — поправила меня старшая. «Обмена?» — вцепилась нервно в ведьмину книгу, с которой редко расставалась. «Но почему именно к Инквизиторам? Чему они могут научить нас? Пыткам? Или мы их учить будем, как прятаться от охотников?» «Я понимаю, что это звучит странно». Ведьма Лала вздохнула. Но времена изменились, и его Величество Айчара хочет, если не дружбы между различными магами, то хотя бы не вражды. И начать решил с тех, кто испокон веков был по разные стороны меча. «Ну хорошо, ведь всё было. Подальше друг от друга. Вот зачем начинать?» — взвыла я. «Прияна!» Старшая так громко хлопнула ладонью по столу, что я моментально закрыла рот. Она редко злилась. Но уж если начинала, лучше отступить. Нам всё равно придётся это сделать, хотим мы или нет. Никто, даже Ковен, тем более Ковен, не посмеет ослушаться приказов Его Величества. А ты подумай о другом. Вот уже сорок лет ведьмы живут в глуши и в столицу даже носа не кажут. Не принято? А теперь у нас шанс появится. Не сразу может быть, но это первый шаг тому, чтобы нас признали. Далось нам это признание. Буркнула, но спорить не стала. Понимала, что моя наставница права. Ведьмы, конечно, сами держались подальше от прочих. И людей, и магов, и всяких сущностей. Но то, как к нам относились, ранило порой. Да и оспаривать слова короля себе дороже. Так что поручение я готова была выполнять. Только в чём оно заключалось? Старшая пояснила уже мягче. Учениц, которые туда поедут, я отобрала. Но без наставницы они не справятся. И с ними поедешь именно ты. Вот так я и оказалась во главе небольшого, но тщательно вооружённого, зельями так точно, ведьмовского отряда. Могли отправить и не меня. Я хоть и была на хорошем счету в Ведьмовской академии. Преподавала лишь второй год. Вот только за несколько дней до разговора случилось событие, которое повлияло на выбор старшей. Сын градоначальника Хаора, который мне и прежде не давал прохода, последние границы потерял. И на общем празднике, что проходил в городском парке, накинулся и потащил в рощу. Ну и понятно, что слёг. Надолго. А градоначальник, понятно, разъярился. Вот и решила Раванна Лал сослать меня, пока не утихнут страсти. Понадеялась, что так избавят от больших неприятностей меня и Академию Ведьмовства. Предсказаниях ведьмы, к сожалению, не были сильны. Следующим утром, стоило первым лучам солнца коснуться пыльной дороги, мы с ведьмочками уже стояли у дорожного столба в ожидании многоместного дилижанса. Тот должен был отвезти нас до столицы королевства, возле которой и находилась Академия Инквизиции. Мои подопечные меня порадовали. Уж не зная, по какому принципу старшая Лал отбирала учениц, но явно не в намерении избавиться от нерадивых. Самая молоденькая, эмоциональная и пухлощокая Лата была известна веселым нравом. Вимала происходила из очень родовитой семьи. Ее отец, влюбившийся в ведьму, был вынужден покинуть столицу и переехать в провинцию. Но, судя по тому, что в семье подрастало еще трое детей, ни о чем не пожалел. Ума была одна из лучших в зелье варенья, а Нима так управлялась спалашом, что даже чудище Ильхима не рисковали смотреть в ее сторону. Совсем скоро мы услышали стук копыт. Дирижанс оплачивался из королевской казны, потому мы могли рассчитывать на что-то приличное. И действительно, у показавшегося из-за поворота экипажа все двери были на месте. Колеса хорошо смазаны, а лошади свежие. И рядом с дочерна загорелым возницей, с кнутом, сидел стрелок с взведенным арбалетом для охраны пассажиров и ящика с ценными посылками и письмами. Увидев нас с палашами, сундуками, с акваяжами и метлами, стрелок скривился и сплюнул. А возница напротив просияла от радости. «Теперь-то точно доедем без приключений! Кто ж на таких нападет?» Стрелок же демонстративно начертил возле себя углем ведьмов узел, круг с четырьмя полукружиями. Ведьмочке глаза только закатили. Недалекому мужику и невдомек, что узел изначально не защита от ведьм, а символ нашей силы, как и знак три единой луны. Пассажиры-дирижантца, пока мы размещали багаж на крыше, успели забиться в угол и посматривали оттуда с испугом. Утешить мне их было нечем. Да, ведьмы. В количестве пяти штук. А если они не перестанут так на нас смотреть, я выдам что-нибудь издевательское. Спрошу, например, Ниму, устраивают ли ее такие жертвы для ритуала или следует поискать кого-нибудь посвежее? Сказать я ничего не успела. Вовремя вспомнила, что я вообще-то наставница, и мне за моими ведьмочками приглядывать надо, чтобы они чего не натворили, а не начинать первый. Четырехдневное путешествие до Агры запомнилось лишь бесконечной качкой и скукой. Рассмотреть что-то из-за закрытых занавесок было невозможно. Тело, несмотря на мази и отвары, ломило. В горле сохла, а пыль в кожу и одежду въелась так, что не отмоем никогда. В общем, на нужную станцию, постоялый двор, что находился в преддверии столицы, мы подъезжали в самом скверном расположении духа. И оно не улучшилось, когда мы обнаружили, что никакой кареты с эмблемой Академии Пресветлой Инквизиции не было. Никто не приехал. А ведь на улице холодно, и дует пронизывающий ветер. Еще мы проголодались, и ужасно хочется помыться и лечь в кровать. Нас только, что даже Инквизитора уже не пугают. Только они нас и не ждут. Я вытащила, перечитала письмо, в котором говорилось, что ведьм, то есть нас, встретят и разместят должным образом. И наше пребывание в Академии — личная ответственность его светлейшества ректора. Еще раз осмотрела двор перед станцией, понадеялась на то, что карета просто запаздывает. «Я не оборотень, но сейчас кого-нибудь покусаю». Первой не выдержала Ума и сердито тряхнула светлыми кудряшками. «Оборотни — это легенды», — возразила ей зеленоватая от недосыпа Вимала. «Скоро темные ведьмы станут легендами, потому что если мы еще немножко здесь постоим, то точно замерзнем и умрем», — застучала зубами Ума. «Хватит, девочки!» — вздохнула. «Я тоже очень устала». А еще разозлилась и растерялась. И вообще почувствовала себя беспомощной и нерадивой. Мне же доверили ведьмочек. А я? Для начала идем внутрь. «А вещи?» — хлопнула глазами Лата и ткнула пальчиком в сваленные возницы на дорогу сундучки из аквояжа. Рыжие пряди выбились из-под ее шляпки, а нижняя губа дрожала от расстройства. «Не волнуйся», — улыбнулась многообещающе. Я достала из наплечной сумки, в которой хранилось самое-самое необходимое, темный порошок, и рассыпала щедрую горсть на поклажу. Ведьмочки, знавшие о гадостном действии порошка, хихикнули и, гордо задрав носики, пошли греться. Только совестливая Нима достала клочок бумаги и магическое перо и уведомила возможных воров, что это все наше, ведьмовское. А кто не умеет читать, их проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok